А сейчас о происшествии, которое чуть не стало трагедией. Но, к счастью, отдых на берегу Волги в Тверской области для московского полицейского обернулся героическим поступком. А для погибающего ребенка спасением прапорщик Дмитрий Чугунов стал невольным свидетелем того, как уходил под воду подросток. А второй пытался его спасти. Мужчина не смог остаться безучастным и сразу же кинулся на крики о помощи. Эта счастливая история спасения произошла еще в августе, но узнали о ней мы только сейчас. Об этом рассказывает наш корреспондент. Пожалуй, минувшие летние каникулы юный житель Подмосковья Павел не забудет еще долго. В тот жаркий августовский день парень играл с друзьями и бабушкой в деревне на речке. Я стоял на берегу. Вижу, мальчик переворачивается на воде. Бабушка мне сказала бежать спасать. Я подхватил его. Поняв, что одному не справиться, подросток стал звать на помощь взрослых. Рядом как раз отдыхал с семьей полицейский Дмитрий Чугунов. Играл с детьми в воде. Примерно за этой пристанью. Услышал крик мальчика. Потом я узнал, что его зовут Павел. Он закричал, что смотрите, этот ребенок как-то странно плавает. Естественно, сообразил, понял, что тонет. Так мужчина помог юноше вытащить утопающего на берег. Мальчик начал синеть, поэтому пришлось оказывать первую помощь. Реанимационные мероприятия прошли успешно. На счастье спасителей и бабушки. Безучастными в этой ситуации не остались и другие очевидцы. Мальчик пришел в сознание, заплакал. И в это время проплывающая мимо лодка с криками «Я врач!» Пожилая женщина вышла, осмотрела его. Сказала, что молодцы, вы все сделали правильно. И в это время, буквально через минуту подъехала скорая помощь. Спасенного мальчика скорая помощь доставила в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Природная скромность сотрудника транспортной полиции не позволила ему рассказать коллегам о своем поступке. Известие о нем пришло из главного управления МЧС России по Тверской области, представившего Дмитрия Чугунова к награждению ведомственным знаком отличия – медалью МЧС за спасение погибающих на водах. Спасатели напоминают о правилах поведения на воде. Ведь, несмотря на то, что лето закончилось, отдых на воде, например, на лодках, остается актуальным вплоть до установления ледяного покрова.